Лето, август. Погода такая немного туманная. Как-то не радостно нас встретим в город. Верховный суд. Прошу любить и жаловать. Реставируют купол. Мы продвигаемся дальше. Под сомним облистом находится вот такой саркофарм. Смотровая площадка. Что-то как-то не очень открывающий вид. Мы сейчас на таком распуте. Не знаем, куда повернуть, в какую улучшу. А, в общем, мы находимся в районе, где полным-полно должно быть шоколадных магазинчиков. Вот мы не можем сейчас сориентироваться. Налево пойдешь, направо. Вот эти самые магазинчики. Шоколадная милка. Бельгийский шоколад самый вкусный. Шоколад. Ну-ка, 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 ну-ка. О, тут можно долго идти. Столько всяких вариантов. Шоколадки. Шоколадки. В втором этаже продолжение. Ну, здесь можно вот так вот посидеть. Выпечь шоколадный коктейль. Или же съесть купленные карпеты. И насладиться видом. Это здание, которое мне понравилось. Это и есть магазинчик бельгийского шоколада, в котором мы были. Я бы решила его еще раз заснять. Недалека. Приятные домики. Очень много галерей. Идем, смотрим. Входим. Сейчас наш следующий пункт. Это дворец. И вновь красота. Такая красота. И это очень вкусно. Сейчас, кстати, мы будем в симпатичной спире. Не дошли на фонтан. Тут есть кое-что интересное, на что можно обратить внимание. Смотрите, какая-то холодильная статуя фонтан. Смотрите, какая-то холодильная статуя фонтан. И дошли на колес. И дошли. Продолжение следует. Смотрите. Субтитры делал DimaTorzok 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 Очень много люстр Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Гигантский телескоп. Гигантский телескоп. Пойдем посмотреть Насира, собор святых Михаила и Гудулы. Собор этот построен в романах готическом стиле. Такие потрясающие фрески. Колонны, коридоры. Внутри храм поразительно красив. Вдоль главного прохода тянется колоннада, украшенная ворочатыми скульптурами апостолов полный рост. Окна укрожают витражи, большинство которых было создано еще во времена Ренессанса. Вся атмосфера здесь пропитана стариной и умиротворением. Впереди виднеются королевские галереи Святого Юбера. Здесь под одной крышей, а точнее под стеклянным куполом, в галерее короля, королевы и принцев собраны все возможные магазины и пятики, а еще кафе, кондитерские, кинотеатры и ювелирные лавки. Такие потрясающие магазины. Вот это вот, допустим, магазин чаек. Потому что невозможно в этой галерее, хочется зайти еще, еще, еще и в следующий. В общем, остановиться невозможно. Так что, если вы хотите посмотреть чего-то интересного, аппетитного, купить какие-то сувениры, обязательно посетите эти галереи, в эту галерею. Мы приближаемся к величественной площади, с которой, в принципе, надо начинать экскурсию. Но мы решили эту пикантную изюминку оставить, как украшение. Итак, перед нами величественная площадь в готическом стиле. Лучше вариантов, я уже сказала, начать знакомство с Брюсселем. Разумительной красоты здания. Окружающий гранд-класс пестрят богатой резьбой, колоннами, статуями и орнаментами. Примечательно, что у каждого старого дома есть своё имя. Так что, можете проверить свои навыки сыщиков и искать нетатуреизм. Например, волчицу или тёнка. А вот это вот тот самый цветочный ковёр, самый красочный фестиваль, который проходит в Брюсселе. Один раз в Брюсселе, на вот этой площади Гранд-класс. И ты монтей в... И так мы поднялись на балкон сетих пор. И так мы поднялись на балкон сетих пор. И так, красота открывается. Хочу сказать, что каждый раз создаётся новый дизайн ковра из живых цветов. А подготовительные работы по его разработке и прочему могут начинаться ещё не за год до старта самого мероприятия. В качестве расходного материала используют бегони, выбранные за счёт своей устойчивости к плохой погоде и суть. А также за то, что долго остаётся живым и сохраняют аромат. Первый ковёр появился в 971 ковре. Зато с 1986 года это событие стало постоянно проводиться раз в два года. Пока-то все эти здания хранили на себе чёрную пыль веку. Но вот сейчас, как можно это увидеть, здание очищено и имеют свой первостанции веку. Так, мы отошли от балкона. Сейчас пройдём немножечко по сетих пор и спустимся вниз на выход. Ещё пару небольших, коротких моментов этой величественной красивой площади и мы отправляемся дальше. Интересная улочка вечернего города. Вечером так красиво видится эта башня. Так, красная подсветка. Полным-полно народа. Сейчас пол-одиннадцатого ночи. Когда толпа по-настоящему сгущается, ты понимаешь, что ты у цели. Как выглядит Гранд Плац ночью. Мы сегодня были здесь днём, смотрели ковёр из цветов. А вот теперь вот это вот всё в ярком свете. Группа из пяти человек из шести развлекает вот такие ковры. Что у них там, гитары? А! Спасибо. У нас буду рад. Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok